В кадре нож от компании Spiderco. Это нож Chaparral. Нож компактный. Сразу покажем две модели для наглядности, которые у нас остались. Одна из не самых популярных, но тем не менее эта модель заслуживает особого внимания. Видим первая модель с артикулом C-152 WDP. Это Chaparral Maple Boot, где рукоять из дерева. И второй Chaparral 2 с артикулом C-152 TIP. По упаковке все стандартно. Останавливаться на этом не будем. Все как у Spive. Как говорится, ничего интересного. А вот эта модель уже на 21-го года. Мы привыкли видеть ножи джентльмена. Прежде всего, куботановитной формы или в виде ручки, как это в последнее время делает C-R-C-T-CO. И много видим джентльменских ножей именно в таком стройном исполнении. Что касается этой модели, именно компания Spive. Видит ее как нож джентльмен. Нож и DC-шник, который очень аккуратно ложится практически на любой карман. Здесь замок Backlock. Нет эффектного открытия. Если вы любите играться со спаями вот таким вот образом, то у вас это не получится. Максимум, что получится, это возможно вот так вот. Если приложиться, то эффектно... Да, даже и это не получится. Вот. Нож очень компактный. Обратите внимание, вот он вот так вот в руке выглядит. При этом, как большинство спаев, несмотря на размер, он очень функциональный. Практически никак не крадется режущая кромка, разве что небольшого отступа. Но у Spive все ножи, конечно же, вроде бы одинаковые и в то же время они разные. Почему? Да потому что у всех имеется сквозное отверстие, у всех вроде как геометрия клинка похожая, где-то чуть длиннее, где-то попузатее. Но между тем очень они, конечно же, кто любит спаи, они отличаются. Но сейчас мы не про это, давайте вторую модель извлечем тоже из корпуса и будем говорить, что здесь интересно. Здесь был, конечно, уже интересный элемент. Эта модель уже полностью в металле, где корпус у нас из титана. Несмотря на то, что он кажется таким увесистым, безусловно, он от дерева немножко по весу отличается. Но для металла, без какого-либо облегчения, этот нож, конечно же, легок. Но я думаю, на вскидку это плюс-минус 100 грамм. Здесь, наверное, мы будем иметь 80-90. Конечно же, в конце померим, потому что куда же без этого. Вот так вот выглядят удобные хваты. Причем такому, такому. Если вот так взять, то немножко в руку не помещается. При таком зачоил, конечно, он полностью ладонь обнимает. Ну и аналогичный размер у модели. То, что в дереве. Дерево здесь клён или Maple Wood. Обратите внимание, такая вот вставочка. Клипса в виде такой вот скрепки. Часто мы видим тоже такое исполнение и у спайдерка, и у других брендов. Она с реверсом на противоположную сторону. Замок-бэклок. Соответственно, будете носить нож всегда на кромане кончиком вверх. Или, как говорит компания на официальном сайте, тип-ап. Сталь. CTS-XHP. Конечно же, это одна из, пожалуй, наверное, премиальных нержавеек. 1,6 хрома, углерода 16, поэтому антикоррозионные свойства здесь достаточно высокие. Есть молибден 0,8, есть ванадия 0,4, есть никеля 0,35. Конечно же, кремний 0,4 и молибдена 0,5. Что касается корпуса из титана, обратите внимание, как он вот тут, это не просто такие играющие формы, а это вот такая 3D-обработка, которая на ощупь, он, каждый угол, каждый вот такой мини-спуск, он, как говорится, имеет впадины и выпуклости. Если просто выражаться, то есть этот нож на ощупь, он также такой вот ребристый. Что касается полностью металлической формы, в этот дизайн, наверное, заложили тот момент, что этот нож практически смотрится эффектно. И в цвет, как говорится, где бы его не носили, где бы вы его не использовали. То есть наденете на джинсы, он будет хорош, на костюме хорош, ну, тем самым вот он такой вот джентльменчик. Что еще? Давайте, наверное, уже мы будем мерить сведение. Нож, несмотря на то, что он такой вот с виду немалый, да, ну и небольшой, у него достаточно такая деликатная толщина кромки. Где наш штангель-циркуль? Ну вот, двоечку мы имеем, ширина клина здесь 27 и сведен он очень и очень неплохо для EDC-шника, да и в принципе, я думаю, 0,5 мы здесь точно, ну вот даже 0,45 видим. В средней части 47 и на острие 0,5. Давайте у этой модели так же. Ну вот даже 0,36 я здесь вижу. 0,45 и на острие 0,5. Ну, в принципе, куда более-менее рядом они сведены. Толщина 9 миллиметров, но ширину рукояти мерить не будем, это не столь важно. Что еще? Давайте взвесим напоследок. Очень своеобразный нож, по спускам здесь у нас прямые от обуха, как всегда, обработка клинка сатин, пока весы включаются. Ну вот, видим, что, ага, 160 грамм в дереве и 72 в металле. Ну вот, повторюсь, если в дереве, можно хоть как-то предположить, хотя я, конечно же, вес не угадал, но вот полностью и в титановом корпусе, конечно, это очень-очень привлекательный вес. Да, даже не верится. 72 грамма. Аккуратный малыш. Чапарал от компании Спайдерка. На этом все. Благодарю всех за просмотр. Оставайтесь с нами, будем по возможности транслировать все самое интересное.